Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Кулакова Ну это уже когда все осмелели, когда уже Янукович был в Ростове. Вот, ну в принципе мне было понятно, что с таким владельцем каши не сваришь. Я ушел, у меня было свободное время. Я так получилось приехал в ноябре 13-го года в Грузию в свободный университет, который основал Каха Бендукидзе. Там как раз была серия семинаров образовательных по грузинским реформам. И вот в один прекрасный вечер Каха дал мне понять, что было бы здорово написать вместе книжку, посвященную реформу, посвященную философии реформ. Потом через две недели начался Майдан. Потом мы с Кахой решили, что да, идем, начинаем работать над книгой. И 22 февраля 2014 года на следующий день после того, как в Украине рассосался президент Янукович, внезапно исчез, покинул Киев. Мы встретились с Кахой в Кабулете на берегу Черного моря, отчасти такой полуэйфорической ситуации. Начали разговаривать, начали записывать наши беседы. И, собственно, записывали их на протяжении всего 2014 года. Наверное, самого тяжелого, но, может быть, и самого полезного с точки зрения осознания масштаба проблем года в истории независимой Украины. Это год, который Каха посвятил почти полностью тому, чтобы, приезжая в Украину, просвещать общество, просвещать власть, работать с активистами, с гражданским обществом, с правительственными чиновниками, министрами. Рассказывая о том, как же на самом деле делаются реформы в такой крайне тяжелой ситуации, в которой оказалась Украина. И вот так вот получилось, волей судьбы, что вот эта, на мой взгляд, страшно актуальная книга, теперь издана в Украине, издана на украинском языке раньше, чем на русском. В России она выйдет через месяц. Вот она есть, вот она теперь может служить еще одним, наверное, и достаточно важным источником для того, чтобы в Украине появлялись свои реформаторы, люди, которые верят в то, что нужно делать, расчищать на месте советского, постсоветского государства место для построения успешной страны. Но первая мысль, которая прозвучала тогда от Кахи Бендукидзе, что без срочных реформ, именно буквально, чтобы они проходили настолько быстро, настолько молниеносно, что это люди должны были заметить. И таким образом, тогда закрепилась бы победа революции достоинства, и люди не успели бы, гражданское общество, которое вот особенно себя хорошо проявило во всей этой ситуации, оно не успеет остынуть. И тогда, вот на таком тесте, возможно, замесить в Украине действительно новое государство, действительно гражданское и действительно народное. Слово «молниеносно» я бы только оспорил, потому что слово «молниеносно» — это из лексикона «чудотворцев». Каха Бендукидзе не был чудотворцем, он был реальным политиком, реальным реформатором, он понимал, что чудесно не бывает. Ну, в размере веков даже один год — это уже молниеносно, можно считать. Согласен, снимаю возражения. За этот год в итоге хоть какая-то из предложенных реформа, хоть как-то начали реализовывать ее или нет в Украине? Отвечать пространно или коротко? Вы можете и пространно, и коротко, как хотите. Короткий ответ нет, короткий ответ нет. И я бы еще, значит, немножко уточнил. Вы правильно описываете основной месседж, который посылал Бендукидзе и властям, и украинскому обществу. Но он еще говорил такую достаточно грубую вещь, что для того, чтобы наконец начать двигаться, вы должны осознать, в какой вы находитесь. Ну, в общем, слово начиналось на букву «Ж» и состояло из четырех букв. К сожалению, вот этого осознания ни у украинского общества, ни у той части политического класса, который пришел к власти, не было. Вот мы много про это говорили с Бендукидзе, пытаясь понять, почему же нет. Вот наше ощущение, что у политиков, которые воспользовались плодами Майдана, заняли командные места в правительстве, в отраслях экономики. У них была иллюзия, что Янукович просто слишком много воровал. Вот мы придем, будем умереннее это делать. И, в общем, система жизнеспособная, все наладится. Это просто неправильный диагноз. Просто система не жизнеспособна в принципе. Система, которая строилась в 90-е и привела к созданию олигархического уклада, которая была достроена врагами, но при этом союзниками в уничтожении украинской экономики. Я имею в виду Юлию Тимошенко и Виктора Януковича. В общем, в итоге привели к тому, что в 2013 году в Украине, еще до свержения Януковича, начался достаточно глубокий и безнадежный экономический кризис, который Виктор Янукович пытался разрешить, продав суверенитет Украины северному соседу. В 2014 году просто стали проявляться во всей красе последствия популистской политики последнего десятилетия. А последствия очень простые. Украина просто оказалась банкротом. Украины кончились деньги на финансирование всего того, что наобещали политике популисты народу, который почему-то из раза в раз выбирал именно таких. Как раз тогда Каха Бендукидзе стал советником президента Украины Петра Порошенко. Что он посоветовал? К сожалению, нет. В 2014 году. К сожалению, Каха не стал советником президента. Каха Бендукидзе вошел в стратегическую группу советников, которая была создана при Министерстве экономики министром Шереметой. То есть в правительстве он был советником. Да, были сообщения, что он стал советником президента. К сожалению, этого не случилось. Это было такое недоразумение. Я считаю, что, конечно, если бы президент, который формально не отвечает за экономику, а отвечает главным образом за национальную безопасность, все-таки раньше бы обратил внимание на состояние экономики, которая сейчас становится чуть ли не главным вызовом национальной безопасности Украины, ну, хуже бы точно не было. Ну, а какие советы давал Каха Бендукидзе украинскому правительству? Сокращать объем вмешательства государства в экономику, закрывать министерство. Помните его замечательный мыслительный эксперимент, который он прям в первый же свой приезд в Украину предложил публике. Он сказал, представьте, что российская ракета попала в здание какого-то министерства, да? Вот, допустим, в здание Министерства культуры. Вот попала. И что? Вот вы ощутили какую-то невосполнимую потерю? Если не ощутили, то, может быть, его нужно закрыть до того, как прилетела ракета, да? Потому что это министерство, которое не нужно, это министерство, которое вытягивает ресурсы, это министерство, которое занимается ненужной бессмысленной деятельностью. Ну, в общем, кроме Министерства культуры можно, наверное, перечислить еще половину министерств существующих, которые совершенно бы не оставили ощущение потери среди нормальных украинских избирателей. Вот это важный совет, да? Потому что сокращая вот эти вот ведомства, которые, по сути, являются частными лавочками, да, и служат для обогащения людей, которые в данный момент этой частной лавочкой заведуют, это все очаги коррупции. Очаги коррупции плюс они высасывают из экономики соки. Но в какой-то мере мы видели попытки все-таки сократить расходы государственного аппарата и расходы на перелеты и так далее. Или это больше было как пиар? Это, судя по результатам, больше пиар, потому что, если внимательно смотреть статистику на неоккупированных, не завоеванных территориях Украины сокращение чиновничьего аппарата пренебрежима мало, там даже не 5%, значит, то, что кабинетами, уже двумя кабинетами ИЦУНИКА подавалось как налоговая реформа, как сокращение государственных расходов, парадоксальным образом означало повышение налогового времени и увеличение государственных расходов. То есть совершенно противоположная вещь тому, что нужно делать в данной ситуации. А что, кстати, советовал Каха Бендукидзе по поводу налоговой реформы? Что именно нужно изменить в этой системе для того, чтобы экономика Украины действительно процветала, а не, наоборот, погружалась в еще больше хаос и стагнацию? Ну, вообще-то налоги должны быть такими, чтобы их можно было собирать честно, и люди их платили. Понятно, что при нынешнем уровне, скажем так, экономического развития Украины, а Украина должна всех огорчить в этом году, станет беднейшей страной Европы по душевому ВВП, тот уровень налоговых изъятий, который существует на бумаге, в законах, совершенно непотребен, невыносим. Поэтому все стараются от этих налогов уклоняться. Поэтому здесь совет такой. Радикальное сокращение расходов и радикальное сокращение номинального налогового времени. С тем, чтобы действительно неуплата налогов вместо единственного способа сохранить свой бизнес, превратилась в девиацию, в отход от нормы. Сейчас нормой является неуплата налогов. И когда, например, ты присутствуешь на встрече бизнеса с министром экономики в начале этого года, и за полтора часа ни одна живая душа не спрашивает, что с налогами, ты понимаешь, что ты находишься в компании, где никто налоги не платит. По крайней мере, те, которые установлены официальными документами. Соответственно, это огромный источник коррупции, может быть, основной источник коррупции. В обществе, в котором 100% или 95% бизнеса не платят все налоги, которые написаны в налоговом кодексе. Ну, как может существовать жизнь? А с другой стороны, те, кто работает в белую, платят налоги. Они сталкиваются с некоторыми трудностями. Да, ну, собственно, это вы правильно заметили. Потому что ведь та налоговая реформа, о которой мы говорим, да, в кавычках налоговая реформа, это повышение фактически нагрузки на тот бизнес, ну, на тот... Который как раз в белую работает, да. Это вот потеряв деньги, искать их под фонарем, да, вот абсолютно... А рецепт тут какой? Именно пустить этот бизнес в свободное плавание и снять вообще все налоги с него? Нет, ну, конечно, не все, да. Смотрите, в прошлом году Украина перераспределила через бюджет уровень госрасходов в 53% ВВП. Это запредельно много для страны с таким уровнем экономического развития. Да, то есть для того, чтобы расти быстро, нужно сокращать расходы, там, минимум до 35%, желательно еще больше. Это означает, что и уровень налоговых изъятий из экономики не может составлять 40 с чем-то процентов. Ну, просто не может, да, это ведет к страшным искажениям. Соответственно, номинальные ставки нужно снижать таким образом, чтобы росла, скажем так, налоговая сознательность, просто за счет того, что издержки на уплату налогов начинают превышать риски от наказания за их неуплату. Ну, и это, там, уровень 25, наверное, процентов ВВП. Собственно, это ключевой вопрос, кстати говоря, этого года. Будет реальная налоговая реформа в Украине, или мы находимся на очередном витке ухудшения экономической ситуации, да, когда МВФ дает деньги под обещание реформ, реформы не проводятся. Через, там, один или два транши приходится пересматривать программу МВФ, но уже на более низком уровне экономического развития. Ну, а все-таки, если конкретно, вот какую первую реформу нужно было бы сейчас провести? Это именно налоговая реформа? Это налоговая реформа, безусловно. Кого она должна конкретно касаться? Всех сразу, либо каких-то конкретных предприятий какой-то отрасли? Нет, конечно, конечно, как вы выберете предприятия конкретной отрасли, да, вы же не Господь Бог всевидящий, да, всезнающий, понимающий, как будет развиваться мировая экономика, как будут развиваться рынки сбыта, нет. Налоговая реформа должна быть нейтральной. Есть же крупные налогоплательщики, есть некрупные налогоплательщики, есть малый бизнес. Налоговая реформа должна быть нейтральной, да, то есть, в принципе, более или менее все должны платить какие-то налоги, да. Есть, конечно, вопросы собираемости, понятно, что под фонарем, опять же, деньги искать легче, да, в этом смысле не избежать того, что крупный бизнес будет платить больше, да, ну, с другой стороны, у крупного бизнеса есть и некоторые привилегии в силу масштаба, да, ему легче привлекать финансирование, соответственно, в какой-то степени это справедливо. Но зарплаты в конвертах, да, которые делают, там, большую часть трудового населения, да, которые работают в частном секторе, ну, там, полууголовниками, да, вот ключевая вещь. Второй момент, нужно, конечно, все познается в сравнении, да, Украина в очень плохой экономической ситуации, Украина имеет ужасающую совершенно кредитную историю, да, сейчас действует девятая программа МВФ с момента обретения независимости. Мы понимаем, что каждая программа МВФ, это не знак качества, а знак некачества, да, это сигнал о том, что это уже девятый кризис, который Украина переживает. Надо выходить из этого порочного круга, соответственно, предоставлять для инвесторов условия существенно лучше, чем в соседних странах. Поэтому вот эта вот логика, с одной стороны, опирающаяся на то, сколько реально собрать, собрать честно, без вымогательства, да, с жестким отслеживанием тех, кто не платит, но все-таки исходя из какого-то понимания справедливых и посильных для экономики изъятий и понимания, как бы, конкурентной ситуации, да, в борьбе воюющей страны с плохой кредитной историей за инвестиции. А я думаю, что мы понимаем, что без инвестиций у Украины нет экономического будущего. Никакая помощь доноров не может заменить инвестиции в заводы, фабрики, новые компании, в повышение производительности труда. И вот задача создать условия для того, чтобы, наконец, украина была убедительным кейсом для инвесторов. Ну и, конечно, в первую очередь для иностранных инвесторов. Как говорил тот же Каха Бендукидзе, когда закончится бизнес, по сути, когда он не сможет нормально работать в Украине, то, соответственно, и закончатся средства его госбюджета и на оборону, в том числе. Тогда Украина может проиграть вообще. Да, это очень правильно. Потому что, собственно, ведь как получилось так, что Украина стала жертвой агрессии? Да, Украина, к сожалению, номер один с конца среди стран, которые покинули социалистический лагерь, да, разошлись по своим баракам и начали строить капитализм. Да, Украина по темпам роста на благосостояние на душу населения на последнем месте из трех с лишним десятков стран. То есть Украина просто оказалась отстающей, да, отстала от соседей, да, поскольку среди соседей есть мощный сосед с мощным имперским комплексом, ну, неудивительно, что это только распаляет имперский аппетит. Поэтому без сильной экономики, без устойчивого экономического роста на уровне 80% в год, это много, ну, стратегически эта война проиграна. Чтобы ее не проиграть, нужно начинать быстро догонять. И вы бы начали именно с, как Абиндукидзе указывал, именно начать с налоговой реформы. А помимо налоговой, ведь все-таки, ну, нельзя, наверное, ограничиться одной реформой? Нет, конечно, на самом деле, Биндукидзе был сторонник того, что нужно делать все и сразу, да, сколько успевается, да, насколько хватает политического капитала. Вот, кстати, закон о дерегуляции бизнеса, который был принят, он каким-то образом является реформой или нет? Да, это реформа, но, понимаете, Каха Биндукидзе очень любил медицинские сравнения, да, то есть он биолог по образованию, по первой профессии. Ну, вот представьте, у человека там почти оторвана голова, а ему там сделали маникюр, или там вылечили зуб, или там зеленкой помазали рану на ноге. Вот, вот аналогия такая, да. Почти оторвана голова, и маникюр тут не очень поможет. Ну, хорошо, к другим тогда реформам, помимо финансовой сферы, да, вот какие еще реформы необходимо провести сейчас Украине по грузинскому рецепту, опять-таки, то, что можно приживить на нашей почве? Ну, смотрите, на самом деле грузинский рецепт, это же немножко, в этом есть лукавство, да, то, что сделали грузины у себя, это то же самое, что сделали эстонцы у себя, то, что сделали поляки у себя, то, что сделали вслед за эстонцами другие прибалтийские страны, в общем, все успешные страны Центральной и Восточной Европы сделали примерно то же самое. Они не изобретали велосипед, в принципе, да? Вот, не изобретали, да, не изобретали велосипед, это называется страшными словами вашингтонский консенсус. Низкие налоги, низкое вмешательство государства в экономику, свобода от протекционизма, свобода от бессмысленного перераспределения, максимальные стимулы к производству, да, к тому, чтобы люди не ждали, пока им дадут рыбу, а пользовались удочками, да, которые у них есть. Вот, поэтому, просто, почему Грузия настолько, настолько созвучна Украине, потому что Грузия в 2004 году тоже выглядела как failed state, как страна, часть территории, которая оккупирована, где был очень мощный запрос на сделать что-нибудь. В процентном соотношении даже большая часть, чем та, которая на территории Украины. Да, 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 совершенно справедливо, да. Да, ну, 90-е годы были очень тяжелые. Вот, и, собственно, задача Украины в том, чтобы вот этот вот период падения, да, сократить как можно сильнее, да, потому что, собственно, с 93-го по 2004 год, даже несмотря на то, что, там, после максимального провала, вот, собственно, в 93-м году грузинская экономика начала потихоньку расти и в обществе, и среди бизнесменов было ощущение, что, в общем, мы стоим на месте, да, мы стоим на месте, да, мы стоим на месте, причем в очень плохом месте, да, в месте, где нет перспектив, где нет надежды. И вот нужно, чтобы украинский 93-й год, да, которым, наверное, был 2014 год для Украины, чтобы не потерять еще десятилетия на то, чтобы найти вот тот правильный путь. Вот он есть, да, разумеется, есть специфика, разумеется, есть специфические секторальные проблемы, но, по большому счету, это проблемы того же уровня, того же порядка. Ну, что касается промышленности, например, есть какие-то рецепты, опять-таки, потому что, ну, у нас все обычно как-то ограничивалось приватизацией, либо перераспределением всех предприятий между разными олигархами. Приватизацию обязательно нужно делать, потому что в Украине по-прежнему слишком много государства, которое не способно управлять тем, что есть. Нет, главная задача в том, чтобы открыть Украину для инвестиций, да, чтобы... Ну, так это инвестициям очень часто и мешает, потому что непонятно, что происходит. То ли рейдерские захваты каких-то предприятий, то передел сфер влияния, там... Смотрите, мы сейчас, там, можем уйти в правоохранительную систему, что справедливо, да. Ну, в принципе, если, там, условно говоря, компания Nestle или компания Samsung открывает в Украине завод, да, там, построив его с нуля, да, потому что дешевая рабочая сила, потому что маленькое плечо до Европы, никакой гроссмейстер рейдерства ничего с этим сделать не сможет, да. Соответственно, у гроссмейстера рейдерства появится стимул заниматься более доходной, более перспективной деятельностью, чем постоянно отчуждать вот эти вот уже доведенные до не самого лучшего состояния советские промышленные активы. Что касается промышленности, когда вы говорите про промышленность, вы имеете в виду, в первую очередь, видимо, то, что досталось Украине в наследство от Советского Союза. Ну, здесь способ простой, если Украина... В Харькове особенно много таких предприятий? Ну, наверное, уже не так много, как в 91-м, да, потому что тут тоже нужно понимать, что украинская экономика при выходе из Советского Союза была переутяжелена, да, слишком большая часть экономики была заточена на мировую войну, да, на Третью мировую, на Четвертую мировую, и значительная часть этих, так сказать, активов не были активами, да, потому что их невозможно провести конверсию, да, там можно сдать в аренду несколько цехов гиганта советской индустрии, раскинувшегося там на десятки гектаров, но целиком это реструктурировать невозможно, потому что это предприятие, которое было в параллельной вселенной строилось, да, во вселенной, где не было ограничений по ресурсам, во вселенной, где можно было платить смехотворные деньги рабочим, в общем, кривая экономика, да, да, какая-то часть советской промышленности досталась олигархам или не олигархам, какая-то часть из нее, там, успешно модернизировалась, какая-то неуспешно, та, которая неуспешна, она должна либо закрываться, либо владельцы, хозяева должны привлекать инвестиции, да, продавать долю в своем предприятии иностранцам, отечественным конкурентам, да, для того, чтобы это предприятие не прожигало общественные ресурсы, да, требуя и получая субсидии, а чтобы оно производило общественные блага, да, в виде прибыли, которая распределяется, в виде зарплат, которая платится. Поэтому, ну, тут тоже нет ничего сверхъестественного. Нужно открываться и нужно убирать вот это вот политизированное субсидирование, которое просто означает перекладывание денег в карман от бедных людей, да, от украинских налогоплательщиков, от беднейших налогоплательщиков в Европе, да, в карманы не самых бедных людей, да, а украинских олигархов. Ну, вот резать по-живому как раз больше всего и боятся украинские власти, как говорил Бендукидзе. Проблема реформаторов Украины именно в боязни резать по-живому. А почему вот боятся и что именно тогда резать по-живому, как вы думаете? Ну, на самом деле... Хотя вот если вот многие скажут, что и так уже режут по-живому, там, по каким-то социальным... Сейчас не режут по-живому, сейчас по тупому... Тупые удары тупым предметам по больным местам, да, и если не, там, условно говоря, не провести операцию, не вырезать гнойник, да, а продолжать по нему бить валенком, в котором кирпич, да, от этого пациент здоровее не станет, да, а боли будет гораздо больше. Был в 90-е годы такой политизированный слоган, да, шоковая терапия, да. Бог с ним, с теми, кто это придумал, это были оппоненты быстрых радикальных реформ, но сейчас, после 20 лет реформ в десятках стран, видно, да, что реформа, бесконечное отрезание хвоста, хвоста, ну, в общем, это безнадежная стратегия, да, если только быстрая реформа дают результат, потому что, да, больно, но и экономика начинает быстрее выходить на траекторию роста, люди, потерявшие старую работу, перестают... у них меньше шансов стать... попасть вот в такое болото застойной безработицы, да, когда человек все время надеется, что его любимый ракетостроительный завод оживет, и тогда посыпется закат. Нет, просто новые правила игры нужно вводить быстро, и тогда быстрее начнется и выздоровление. Ну что ж, спасибо вам за участие в нашей программе. Напомню, у нас в гостях был Владимир Федориан, журналист, бывший главный редактор Forbes Украина до 2013 года, автор книги «Гудбай, империя. Розмовы с Каху и Бендукидзе». Спасибо, до свидания. Спасибо. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»!